Привет, друзья! Это видеообзор электросамоката Dualtron Mini. Разберем его по максимуму и детально рассмотрим со всех сторон. Вот он пришел, Dualtron Minik. Сказка просто. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что это у нас такое. Гироскутер шоп. Габариты коробки. Электросамокат упакован в заводскую коробку. Сверху находится целиковый пенопластовый блок во всю длину и ширину электросамоката. В комплектацию входит кабель для зарядного устройства, набор ключей для сборки самоката, фиксатор руля, пульт управления LED-подсветкой, три заглушки на колеса, четвертый уже предустановлен на мотор-колесе и двухамперное зарядное устройство. Сам электросамокат дополнительно упакован в прозрачный пакет для исключения потертости корпуса во время транспортировки. После извлечения транспорта из коробки его необходимо разложить. Для этого оттягиваем внутренний рычаг в основании рулевой стойки и поднимаем колонку до характерного щелчка. Далее необходимо вооружиться фиксатором, который идет в комплекте, и присоединить руль, притянув металлическую крышку шестигранными болтами. Теперь устанавливаем курок акселератора, также при помощи шестигранника. Включаем электросамокат. Подсветку можно регулировать при помощи дополнительного пульта управления, от направления и режима свечения до световых решений и полного отключения. Также габаритные огни и подсветку можно включить или выключить при помощи кнопки в передней части деки рядом с разъемом питания. Разъем питания всего один. Заряжается электросамокат от штатной зарядки порядка 80 часов. Это время можно сократить до 2 часов, докупив отдельно зарядное устройство на 8,5 А. Тормозная система электросамоката двойная. Рекуперативная электронная при помощи заднего мотор-колеса и механическая закрытого барабанного типа на том же заднем колесе. Чтобы задействовать электронный тормоз, достаточно слегка нажать на тормозной рычаг. Чтобы использовать механическую систему, просто жмем на рычаг сильнее. Автоматический стоп-сигнал срабатывает при использовании обоих систем торможения. Перейдем к кнопкам на бортовом компьютере. При помощи кнопки Mode можно посмотреть следующие показатели. Заряд аккумулятора в процентах, время с момента включения, пробег с момента включения, общий пробег за всю историю самоката и канал ошибок. Кнопка с точкой является переключением скоростных режимов с первого по третий. Кнопка Power логично отвечает за включение и выключение электросамоката. Если необходимо, можно войти в меню настройки издовых параметров при помощи удержания кнопки Mode. P0 – размер колес. P1 – вольтаж. P2 – магнитные полюса. P3 – выбор датчика скорости. Единичка внешний, 0 внутренний. P4 – выбор километры или мили. P5 – 0 старт с места, единичка старт с толчка. P6 – круиз-контроль. 1 включено, 0 выключено. P7 – уровень плавного старта от 0 до 5. Чем выше показатель, тем плавнее старт. P8 – уровень выдаваемой скорости в процентах. P9 – крутящий момент, батаресейв. Энергосбережение мощности на старте, то есть настройка по весу райдера, где первый уровень – максимальный вес, второй – средний и третий уровень – минимальный вес райдера. P8 – рекуперация. От 0 до 5. Чем выше, тем резче тормоз. Pb – яркость дисплея. Pc – время отключения самоката. Pd – АБС. 0 выключено, единичка включена. На фиксаторе руля присутствует так называемый рудимент в виде язычка, который остался от предыдущих версий модельного ряда, а теперь может быть использован, наверное, только в виде крючка для подвешивания груза. Складной механизм претерпел некоторые изменения. Для сложения электросамоката необходимо выдвинуть боковой штырь с поворотом и подтянуть центральную ручку на себя, после чего можно сложить рулевую колонку до щелчка. О да, не прошло и века! Наконец-то руль Dualtron не болтается по сторонам. Как и сказал ранее, теперь не нужен фиксатор в районе заднего крыла. Сложили стойку и она зафиксировалась. Габариты самоката в сложенном положении вы видите на экране. Раскладывается электросамокат в обратном порядке. Габариты в разложенном состоянии на экране. Клиренс Dualtron Mini по самым нижним точкам составляет 12 см. Колеса на электросамокате установлены шоссейного типа на 8,5 дюймов в диаметре и 2 дюймов в ширину. Амортизационная система присутствует на обоих колесах и она, на мой взгляд, в разы лучше, чем у всех предыдущих моделей. Это не деревянный эластомер и все отлично отрегулировано уже с завода. Оцените сами. Максимальная нагрузка по заявлению производителя не должна превышать 120 кг. Крылья электросамоката из добротного и гибкого пластика, довольно широкие и вынесены на приличное расстояние. Так что при поездках по лужам грязь вряд ли будет забрызгивать райдера. Все остальные элементы электросамоката, ну естественно кроме покрышек, курка, акселератора и гриц, выполнены из металла. Тут же железка, но несловичная железо. Подножка электросамоката вполне справляется со своей задачей. Да это не мудрено, ведь собственный вес Dualtron Mini составляет 22,5 кг. В нашем обзоре представлена 52-х вольтовая модель на 17,5 Ач с высокоемкими элементами аккумулятора LG на 3500 мАч. Два трубка. Вот этот кожух тоже металлический. Целая деталь получается крепления складного механизма. А там есть что-нибудь какие-то проставки, гайки? Да, там получается не просто, ведь они шайбами идут. В одном случае. Но резинок нет, я смотрю, никаких прокладок. Нет, резинок конечно нет никаких. Вот эти резиновые соединения, они, во-первых, здесь садятся на фиксатор резьбы, и если как такой влаги туда пропустить, они не состояны. Потому что это не какой-то герметичный корпус, хотя там какое-то разряжение будет создаваться, чтобы через резиновые соединения просачивались к этого воздуха. Макс, ты сейчас говоришь про фиксатор резьбы, то есть синяя хрень такая на болта. Ну да, только у них они немножко другого цвета, то есть здесь присутствуют фиксатор резьбы. Белый и еще сверху они чем-то заливают. Какая-то эпоксидка непонятно. Вообще такое вообще. Я понял, то есть такая хрень есть. Болты, в принципе, лагозащищены. На жевачку похоже. А где по периметру ты берешь отверстие? Ну я имею в виду, что вот это вот соединение больше несет, допустим, вреда, чем резьбовое соединение болта. Ну, то есть по воде. Ну да. Ясно. Ух ты. Ну, в первую очередь, что здесь вот, если посмотреть, сама вот эта деталь, на ней нет никакого герметика. Опять же, через эти швы, ну, возможно, вероятно, протекальная вода, то есть, будет затекать вовнутрь. То есть, здесь никакой герметика нет на этой крышке. Ну, я думаю, это не критично, то есть. Ну, здесь, конечно, есть косяк в плане. Сейчас посмотрим еще контроллер, насколько он там метичный. Скрутки вряд ли мы обнаружим все равно в этом базе. Ну, я надеюсь, да. Ну, я думаю, что через фишки-то как-то тоже вода не особо должна попадать. Мне вот эта нравится херня. То, что залито. Ну да. Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы провода не выпадали. Потому что легко их можно выдрать из-за того, что они тоненькие. Вот. Больше как защита от обрыва. Так. Постой инвертору, мы поднимаем с interaction. Угу. 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 короче 50 вольта питания преобразует он только для питания все и всего чего свет получается потому что идет запитка от контроллера отсюда выходит 52 вольта сюда я уже из этой коробки по этим проводам расходится на остальную подсветку то есть идет на кнопку и запитывается все остальное световое оборудование самокат потому что 52 вольта для светодиода это очень много слушать термопаста так намазано ну да конкретно причем он сам по себе контроллер посажен на дополнительный радиатор то есть одним блоком выполнен вместе с вектором блок отвечающий за светодиоды диодную ленту помогает и светится разными функциями то есть играть вот приема и коммутация то есть у dual tron of он находится вот здесь в самом гуси у тандра у него находится здесь получается долл там 3 вместе там находится сам этот блок не принимающий и задающий сигнал здесь уже находится в деке сомнение ну опять же видно что контроллером сам по себе никакой обработки от влагозащитными так сказать то есть это сухие платы без какого-либо лака света 6 этого обычный контроллер да тут конкретно не принципе набахали и видно что есть только ведущие шины нормально хорошо сделал контроллер весь мини-моторс да опять же как бы есть как и у всех контроллеров силиконовые прокладки это не гарантирует того что там не скопится конденсат может он в курибу из микросхемы но это силикон или пластик вот это вот да это силиконовые прокладки ну уж хоть какая-то надежда но сверху все равно тут уже дырки проним да конечно в принципе здесь воздух он свободно гуляет и перепадает температура опять же конденсат уже подкапливается и вот надо делать дело у мини-моторс он делает так чтобы вот эти фишки держали ток и из-за плохого контакта не нагревались потому что у некоторых самокатов при превышении нагрузки вот в этих местах начинает оплавляться провода мини-моторс просто запаять эти фишки что касается мощности мотор колеса со слов инженеров от завода мини-моторс пиковая мощность мотор колеса не превышает 1600 ватт вообще оси у них зафиксирована у всех самокатов в принципе идет один стопор проворачивание статор то есть уже под нагрузкой оси практически будет невозможно провернуться и оборвать импорт . магнитно на стрель 3,5 получается в школе и одиночество 1 коррозии нет то есть видно что самокат упакован был хорошо то есть и ни в каких влажных условиях это не находиться то есть бывает самокаты приходят из китая уже с коррозией внутри но это либо из за того что хранился неправильно то есть была какая-то влажная погода то есть либо находился во влажном помещении из-за этого сами обмотки и магниты начинают коррозировать по качеству намотки не мотор в принципе выполнено здесь тоже все отлично изнутри они магниты ничем не обработаны то есть какой антикроизионного покрытия здесь нет просто голый металл какие сам статор но в принципе нормально мотор колесо мини motors по исполнению все качественно сделано вообще не вижу нареканий прям критически даже по тому как провода вложены все сделано аккуратно то есть из двух частей он собранный ну давай лапе сакуну разберемся вскроем окон посмотрим lg там не лжи что там стоит за банку ну кто-то напишет о криворукий отрезать ровно не мог так и дам чеси даже qr год есть сфит этот офигенно 3w.lg чем . 3500mAh элементы, это лучше элементы стоят, если это емкость на фиге, потому что обычно на китайских самокатах используется 2 Ач, 3,5 Ач, из-за этого такая маленькая батарейка и такая большая емкость, круто, ну да, 17,5 Ач. Сейчас по BMS у нас используем вот такая ведущая шина, в принципе, такая мощная, ну, в принципе, у Minimotors в плане BMS исполнение тоже хорошее, они причем делают сами в BMS, ну, то есть не сгупают за это, собственно, в производстве, ну, как правило, по BMS на Minimotors нареканий не было. Я думаю, что вот с этим аппаратом будет точно такая же стоимость. Ну да, вот получается вывод на минус шина идет, вот они, плюсовые выводы с BMS уже, и, конечно, Minimotors в качестве исполнения на высоком уровне относительно снялся китайских самокатов. Да, мне вот эти штуковины нравятся всякие, они как бы не дают вибрации тут чему-то. Да, конечно, потому что здесь присутствуют вот эти ножки, если она будет прыгать гулять, то есть, ну, естественно, это все быстро выйдет из строя, поэтому здесь присутствуют такие прокладочки, чтобы все это долго ходило. Блин, ну, круто, мне нравится батарея, блин, супер. Снайли курок Dolton Mini, у него здесь в заводе уже присутствует влагозащита в виде напыления лака, вот, то есть, это жесткий лак. То есть, как минимум, на заводе уже позаботились о том, что это открытая часть самоката, открытая часть электроники, вот, и она нуждается в дополнительной влагозащите, то есть, у него уже здесь она есть, в заводе. Ну, я просто даже поплатил здесь, провожу, наверное, будет видно, как влага скалывается, то есть. Интересно, что ты видел, да? Да. Здесь присутствует влаг. Еще, в чем прикол курка Mini Motors, то, что у него сам по себе корпус собирается так, что есть вот эти буртики, они тоже дополнительно защищают его оплату, то есть, сам по себе он какой-то герметичный, даже без какого-либо герметика. Вот, и даже если вода будет здесь стекать, во-первых, она сама по себе, здесь маленькие стыки, здесь сложно будет пробиться, плюс у него есть дополнительный барьер в виде вот этого буртика. То есть, ее иногда будет пройти, то есть, сначала сюда, потом обойти его и уже зайти в контроллер. Единственное слабое место здесь, это курок сам по себе. И то, он сам, в принципе, по себе, ну, то есть, вполне верно, учитывая то, что там есть на самой электронике лак, я думаю, с этим курком даже под лёгким дождем ничего не будет. Ну, главное, не топить, в общем. Да, да, да. Если, конечно, полностью его залить водой, то я думаю, что всё-таки сам экран закоротит и выйдет из строя, но, в принципе, по качеству исполнения, это, в данный момент, наверное, один из лучших курков, которые я видел, заводских. Вот это силиконовая проставка, это не металл, куда упирается гусь. Да, сложно, если его разложить, но упирается как раз в силиконовую ту же штуку. Да, и что самое интересное, вот эта втулка, она регулируемая, то есть, вот эти балки отпускаются, и с этой стороны, вот здесь, есть секретки, которые можно подвести, ну, то есть, подпереть, как бы, по ходу износа, вот эти вот, вот так. Круто! Да, вот эти маленькие, да? Да, 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 вот эти секретки. То есть, если появляется люфт, просто здесь отжимаете и подводите дальше сам этот упор, и люфт сам к себе устранится. Если, конечно, здесь не разбились втулочки, но, я думаю, если не допускать самого по себе здесь какого-то люфта, критического, то втулки здесь разбиваться не должны. Огонь! Вот так, ребята, выглядит сейчас бедолага Dualtron Mini. Разобрали специально для вас, чтобы вы посмотрели, что это такое за зверь. Протестируем скорость, вставим видосик, смотрите дальше. Максимальная скорость Dualtron Mini по заявлению производителя составляет 45 км в час. К сожалению, на улице слишком скользко для теста, и мы записали для вас максимальную скорость на холостом ходу. В подвешенном состоянии она достигла 54 км в час. В принципе, считаю, что компании Mini Motors можно верить в данных показателях. И с нагрузкой среднего веса райдера 70 кг, самокат сможет разогнаться до 45 км в час по ровной дороге. Что касается дальности поездки, Dualtron Mini способен проезжать до 55 км на одном заряде. С учетом веса райдера около 70 кг, средней скорости до 25 км в час по ровной поверхности в теплое время года. Сейчас на экране вы видите таблицу технических характеристик и цену электросамоката Dualtron Mini на момент съемок обзора. Чтобы посмотреть актуальную цену, пройдите по ссылке на страницу официального магазина в описании к этому ролику. Спасибо за просмотр! Смотрите следующее видео или просто переходите на главную страницу канала. Там уже собрано много интересной информации из мира электротранспорта. Продолжение следует... Продолжение следует...